Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Юля. Сегодня я вам хочу показать свой последний заказ с сайта iHerb. Здесь у меня будет и декоративная косметика, и уходовая. Также здесь будут кисти и вкусняшки. Так что, если тебе это интересно, то обязательно продолжай смотреть это видео. А мы поехали! И сначала я вам хочу показать две кисти. Первая из них это вот такая вот кисточка от Eco Tools. Это такая большая, очень мягкая и нежная кисточка для пудры. Лично я ее использую не только для пудры. Я ей наношу и пудру, и скульптор, и румяна, и все это она наносит просто потрясающе. Просто посмотрите на ее размер. Я прикладываю ее к лицу, и она занимает уже пол лица. В связи с чем она действительно хорошо наносит пудру. И помимо этого, она очень классно встает вот в эту область и, соответственно, наносит какие-то скульпторы или бронзеры. Последнее время только ей и наношу, и, по-моему, выглядит очень классно и натурально. И также она просто превосходно и потрясающе наносит румяна. Одно движение, вот такое, и все. И у тебя какие-то обалденные щечки, обалденный красивый румянец. Он, с одной стороны, и натуральный, с другой стороны, он такой, знаете, заметный и пигментированный. В общем, просто обалденно она наносит. И я этой кистью очень довольна. Следующая кисть, которую я хочу вам показать, это кисть вот такая от Real Techniques. Это маленькая, аккуратненькая кисточка для нанесения хайлайтера. Она действительно хорошо наносит хайлайтер на область скул, она его там вполирует и делает это просто прекрасно. Также, что хорошо еще при ее размере, она может подлезть в любую другую область для расставления акцентов. То есть она может хорошо нанести хайлайтер и над губой, и под губами, и под бровь, и делает это, в общем-то, неплохо. Я обычно наношу хайлайтер кистью от Bidelium Tools. Она большая, она не пушистая, она очень мягкая. И в связи с чем она наносит хайлайтер очень легко, очень какой-то такой, знаете, незаметный легкой вуалью. Вот эта кисть наносит тоже незаметно, но в отличие от кисти Bidelium Tools, она может подлезть в какие-то мелкие зоны. А Bidelium уже, к сожалению, не может. Хорошая кисть, но, на мой взгляд, 600 рублей для нее это слишком дорого, потому что, ну, она не делает ничего супер сверхъестественного, и она не будет являться, скажем так, на мой взгляд, самой необходимой кистью в вашем кейсе. Дальше хочу вам показать два тоника, и первый из них это вот такой вот тонер, даже, а не тоник от бренда Benton с алоэ и BHA кислотами. Он стоит нереально дорого, 1100 рублей. Это обалдеть, какая большая цена. Я его взяла чисто потому, что было много хороших отзывов, и мне было интересно, действительно ли он делает за эти деньги что-то особенное. И, честно сказать, я увидела результат с буквально первого применения. У меня, напоминаю, кожа комбинированная, и она проблемная. Периодически, довольно-таки часто, высыпает всякое акне, соответственно, тон лица неровный, где-то какие-то покраснения, где-то кожа розовенькая от постакне, и, соответственно, естественно, расширенные поры. И когда я в первый раз попробовала это средство, оно мне сначала кожу немножечко стянуло, не сильно, совсем чуть-чуть, и я подумала то, что, блин, за эти деньги оно еще и немножечко стягивает кожу, ну что за хрень? Но потом, когда прошло, наверное, минут пять, все это успокоилось, у меня кожа чувствовала себя прекрасно, я просто прошла мимо зеркала, посмотрела на себя, и мне показалось то, что у меня тон ровный. Я увидела совсем другое лицо. Этот тоник действительно выровнял мне тон и успокоил кожу. Также ощущалась небольшая увлажненность лица. В общем, тоник мне понравился, использую его только вечером, потому что это все-таки кислотный тоник, и не каждый вечер, а примерно через день. Но лично я пока что от этого средства в восторге. Да, 1100 рублей это все еще слишком большая на него цена, но что успокаивает мою душу, так это то, что я действительно вижу эффект от этого средства. И также, кстати, если кто-то пользуется или планирует пользоваться подобным тоником, то обязательно помните о SPF, потому что здесь все-таки кислоты, а у нас солнышко все еще светит, и чтобы не заработать пигментацию, обязательно используем SPF. И второй тоник, который я хочу вам показать, это вот такой вот тоник с огурцом. Не берусь прочесть название этого бренда, потому что боюсь сделать это неправильно. Кстати, если кто знает, как правильно произносится название этой фирмы, этого бренда, пожалуйста, напишите мне об этом внизу. В общем, тоники от этого бренда я уже пробовала, и раза два или три заказывала этот тоник только не с огурцом, а с розой. Обалденный тоник, хорошо работает, с розой на этот раз не было, поэтому я решила, в общем-то, взять с огурцом, и осталась довольна. У этого тоника какой-то нереальный запах огурца. Это действительно пахнет свежим огурцом, пахнет грядками с огурцом, и пахнет летом. Сам тоник работает примерно так же, как и тоник с розой, хорошо выравнивает pH баланс, немного кожу увлажняет, и, в общем-то, он незаметен на коже, он не делает ничего особенного, сверхъестественного, но при этом он просто хорошо и незаметно работает. И также у этих тоников очень хороший состав, в общем-то, за что я их и люблю. Дальше по совету блогера Уль Ред Оттум я приобрела вот такой вот праймер от Etude House Face Blur. У этого праймера есть много достоинств. Во-первых, здесь есть SPF 33, во-вторых, нам обещают увлажнение, в-третьих, нам обещают скрыть наши поры и, естественно, выровнять тон. На самом деле прикольный праймер оказался, он пахнет кремом Нивея, вот действительно пахнет обычной классической Нивеей. Цвет у него вот такой вот бежевато-розовый, но при этом, когда вы начинаете уже растирать этот праймер по лицу, он становится абсолютно прозрачный. У этого праймера есть как будто бы какие-то небольшие блестки в составе, но при этом ни одной блестки я не вижу. Я просто растираю этот праймер по коже и я вижу, идет какое-то, знаете, такое именно свечение кожи. Лично мне очень нравится использовать этот праймер с матовыми тональными основами. Так, на мой взгляд, получается просто идеальный красивый эффект, такой чуть-чуть подсвеченной кожи, но при этом заматированной. На мой взгляд, просто идеальный тандем, это вот этот вот праймер и жидкий тональный крем от бренда Evelyn. Это просто идеально. Кожа выходит какая-то невероятно красивая. Следующее средство, которое я вам покажу, это одновременно и уход, и праймер. И это вот такой вот увлажняющий стик от бренда Elf. Выглядит это дело вот таким вот образом. Это самый обогтовенный, такой твердый, голубоватый стик. Когда наносишь его на лицо и на кожу, появляется ощущение, что ты проводишь по лицу водичкой. Серьезно, вот я даже сейчас натягиваюсь до своей кожи, и у меня ощущение воды. И это на самом деле очень классное ощущение, мне лично очень нравится. Само по себе средство, я бы не сказала, что шибко классно увлажняет. По-моему, это больше праймер, нежели чем как ступень какая-то ухода. То есть я не советую заменять вам сыворотку или эссенцию на вот этот стик. На мой взгляд, он действительно хорошо работает именно как праймер. Есть небольшая липкость у этого стика, честно. Обычно, когда я его наношу на себя, на свою комбинированную кожу, я наношу тонким слоем, ни в коем случае не толстым, щедрым. И когда я наношу именно тонким слоем, я потом еще жду минут пять, пока это средство впитается. Потому что иначе остается ощущение липкости, и я лично не хочу поверх этого наносить еще какой-то макияж. Дальше покажу быстренько вот это гидрофильное масло от бренда The Face Shop. Хорошее обычное гидрофильное масло, оно именно жидкое. Я его беру маме, потому что ее сухой коже больше всего нравится именно вот такая вот жидкая текстура, нежели чем какие-то именно гидрофильные бальзамы. Она это средство любит, ей всегда заказываю, так что, в общем-то, ей эта баночка и идет. И дальше давайте вам покажу два хайлайтера, которые я также приобрела. Первый из них это хайлайтер от бренда Elf. Это вот такой вот маленький красивенький запеченный хайлайтер в оттенке Moonlight Pearls. Симпатичный оттенок, он самый ходовой из этой линейки, и лично мне он даже чем-то напоминает хайлайтер от бренда Becca Moonstone. Очень красивый, элегантный, деликатный оттенок. Он все же, в отличие от Becca, немного более сухой этот хайлайтер, но при этом выглядит так же красиво, подсвечивает кожу. И, на мой взгляд, это более все же деликатный хайлайтер, нежели чем те хайлайтеры, которые я люблю обычно. И, на мой взгляд, этот хайлайтер больше всего подойдет для тех, у кого, например, в офисе дресс-код, у кого не принято носить яркие макияжи. Также этот хайлайтер подойдет для школы, для института. Там у вас кожа будет одновременно и симпатичная, и при этом вы не будете, так вы знаете, блестеть, как блин, на всю аудиторию. И, кстати, на мне сегодня этот хайлайтер, на мой взгляд, он выглядит довольно-таки симпатично. А вот о втором хайлайтере я такого, к сожалению, сказать не могу. И второй хайлайтер это хайлайтер, который называется Butter Highlighter от бренда Physicians Formula. И, честно вам скажу, здесь я просто лоханулась. Я лоханулась сильно с оттенком, я хотела взять другой оттенок, но почему-то по ошибке в корзину положила именно этот, и сильно об этом сожалею. Напишу здесь вот оттеночек, как называется. Это интересный хайлайтер по своей формуле, он как, не знаю, он как какое-то действительно масло, он муссовый по ощущению, и он очень такой кремообразный. Он интересно наносится, красиво сводчится, но, к сожалению, это очень розовый оттенок. Ну, посмотрите, ну вот, ну куда это? Вот просто куда? Да, это выглядит красиво, но, к сожалению, под мой цветотип, под мою кожу, под мои макияжи это не подходит совершенно. Это просто смотрится, как какая-то розовая полосочка, и это не круто. Я пробовала этот хайлайтер реанимировать как тени, но на глазах такая маслянистая текстура скатывается, и это не классно. В общем, я хочу дать еще один шанс этому хайлайтеру и купить его уже в правильном оттенке, но именно этот оттенок я не рекомендую от слова совсем. И опять-таки повторюсь то, что не хайлайтер плохой, а просто оттенок, не мой. А мораль сей басни такова, внимательно проверяйте свою корзину перед покупкой. Не будьте таким лохом, как я. Дальше давайте потихонечку начну вам показывать еще и вкусняшечки, и первая из них это вот такая приправа от бренда Simply Organic, и это сушеный чеснок. Я лично вообще люблю добавлять какие-то подобные приправы в блюда, особенно чеснок, что-то такое, знаете, что придает какую-то изюминку вкуса. Я очень люблю добавлять итальянские травы везде, и вот такой вот чеснок, на мой взгляд, это тоже великолепное средство для того, чтобы придать вашим блюдам какую-то именно изюминку и перчинку во вкусе. Я лично этот сушеный чеснок использую в основном в яичницах и в мясе. Пробовала также добавлять в салат, в салате он совершенно не чувствуется, и также пробовала добавлять в гречку, там он тоже совершенно не чувствуется. Вот самый интересный вкус он придает именно яичнице и мясу. Продолжая тему декоративки, покажу вам вот такой вот стик-слэш-помаду от бренда Эльф. У меня это оттенок чайная роза. Брала его тоже по совету Оли Ред Оттум, и, честно говоря, немножечко разочаровалась. Не поймите меня неправильно, у этой помады просто обалденная формула. Эта помада наносится так мягко, так плавно, у нее настолько мягкая тягучая текстура, что она волшебно наносится на губы. Вот серьезно, просто потрясающая формула. Но, к сожалению, здесь совершенно не мой оттенок. Оттенок чайная роза по факту выглядит вот так. Я думала, что это будет оттенок такой пыльной розы, но по факту, как говорит Наталина, этот оттенок что-то из серии «Я немножко умерла». Это оттенок с какой-то такой фиолетовинкой, в общем, он странный, он у меня сейчас на губах. И я смотрю на себя в зеркало, и я никак не могу понять, нравится мне это или нет. В общем, что-то странное. Также еще раз я взяла вот такие вот пластыри от бренда Косарекс. Это пластыри на воспаление. Я их уже показывала, о них уже рассказывала, поэтому очень быстренько опишу. Эти пластыри клеятся на воспаление, ничего сверхъестественного не делают. Они по факту не лечат прыщи, просто вы их наклеиваете. И, например, если у вас на следующий день важное мероприятие, а у вас скачал прыщ, то этот пластырь немножечко вытянет воспаление, сделает его менее красным, менее заметным. Этот пластырь успокоит воспаление и поможет ему, в общем-то, быстрее зажить. Но опять-таки, прыщи это средство не убирает. Также заказала реснички от бренда Ardell. Видела их сейчас у многих блогеров, поэтому решила заказать. В подружке такие реснички стоят, по-моему, 450 или 500 рублей. Я хотела их купить сначала там, но просто обалдела от такой цены. В итоге я их приобрела именно на iHerb. Там они стоили примерно 300 с чем-то рублей, и это уже более адекватная цена. Именно вот эти реснички я уже успела одеть и попробовать. Пущу сюда видео, как это, в общем-то, выглядит, или хотя бы фотографию. Красивые реснички. У них главная особенность заключается в том, что основание, вот эта вот такая клейкая лента, она прозрачная, и, соответственно, это выглядит более натурально, потому что обычно основание делают именно на черной ленте, и это более заметно на глазах. Да, приходится в любом случае делать стрелку, но с более прозрачным основанием это все равно выглядит все-таки капельку поестественнее. Также приобрела вот такой вот кетчуп Ennis. Я его увидела у Алины FlyCloud, она очень его нахваливала и тоже решила купить. Отзывы на этот кетчуп были довольно-таки разнообразные. Кто-то писал, что это потрясающий органический натуральный кетчуп, что он какой-то невероятный. Другая же часть людей писали то, что это сплошной уксус и ничего интересного там нет. Я все же соглашусь с тем, что это действительно вкусный кетчуп. Лично мне он понравился, никакого уксуса лично я там не чувствую. Вкусный кетчуп, чувствуешь действительно помидоры, чувствуешь томаты, и это классно. И последнее, что я вам покажу, это вот такие картофельные чипсы со вкусом корейское барбекю. Взяла их по совету одной из подписчиц, и в целом осталось довольно-таки неплохие вкусные чипсы. Они большого размера, их тут много, и вкус у них очень, знаете, такой, но не то чтобы своеобразный. Корейское барбекю это вкус чего-то одновременно и немножечко сладенького, и остренького. В общем, интересный вкус. Если вы не любите азиатские вкусы, если вам совсем азиатская еда не понравилась, то вам лучше выбрать какие-то чипсы более обычные, с солью, с зеленью и луком, с сыром. В общем, что-то более обычное. Но если же вы ничего не имеете против азиатской кухни, то, думаю, стоит попробовать действительно неплохо. Однако, как всегда, чипсы слегка дороговаты, они стоили 180 рублей. Да, это, с одной стороны, цена небольшая, но если сравнивать, например, с нашими магазинными чипсами, то это, конечно, гораздо дороже. А на этом все. Спасибо большое всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока-пока!